Юлия Аксёнова работает учителем английского языка в 62-й школе. По её словам, ученики с энтузиазмом подключились к сбору батареек. А активнее всех – ребята из начальных и пятых классов. Вместе они собрали 163 килограмма отработанного источника питания. Акция важна, конечно же, для экологии нашей страны, вообще всего окружающего мира. И важно приучать детей к этому. Школа номер 62 – дебютант. А кто-то принимает участие в акции не первый раз. Вот сейчас я 30-29 килограмм привёз. В прошлый раз меньше было. Это наша любимая акция. Наш детский сад. Каждый год мы участвуем в этой акции. И родители, и дети, и наши сотрудники с удовольствием несут батарейки. Это обычно уж в основном сейчас же много игрушек на таких батарейках. Пальчиковые батарейки от пультов тоже несут. Наша телекомпания также решила не остаться в стороне и принять участие в акции по сбору и утилизации батареек. Мы собрали примерно 4 килограмма. Далее эти батарейки отправятся в Челябинск на завод на переработку. Одна батарейка отравляет 20 квадратных метров земли. Поэтому крайне важно утилизировать правильно, предупредила Леля Галимова. Если просто их выкидывать, то отравится у нас земля, почва отравится. Соответственно, и животные будут погибать. Каждый раз, то есть весенний и осенний этап, мы собираем около 3,5 тонн батареек за один раз. То есть за год получается около 7 тонн. Победители акции будут выявляться в два этапа. Осенний, который прошел сейчас, и весенний, который станет решающим. Яна Вальдю, Ленар Султанов. Новости набережной Челны. Новости набережной Челны.